Казань всегда славилась своими культовыми тусовками, и важное место среди них занимали кафе и бары. В этом видео мы вспомним наиболее полюбившиеся горожанам заведения и расскажем их историю. Начнем с легендарной пивной Бегемот, располагавшейся в здании гостиного двора на улице Чернышевского. В разное время сюда приходили за недорогим пивом, горшочками с мясом и креветками. Интерьер бара был стилизован под дореволюционную Казань, а дверные ручки выполнены в форме человеческих рук. С Бегемотом связаны впечатления, какие вот эмоции, если так в голову сразу приходят, это очень плохой запах. Очень плохой запах, который преследовал бар Бегемот очень-очень долгие годы, вплоть до закрытия, потому что там были очень большие проблемы с канализацией. Вот, в принципе, и все. Очень плохая еда, потом в дальнейшем, когда сам стал пить пиво, это пиво со вкусом морковки. То есть туда добавляли какие-то спирты, оно было очень крепким, но от него очень сильно болела голова. То есть воспоминания такие, это плохие запахи. Но при этом он был дешевый. Он был легендарный. Неподалеку располагался и знаменитый Гродбар. В советское время гости могли насладиться мороженым и напитками в окружении сталактитов и сталагмитов. На рубеже 90-х тут устраивали лучшие вечеринки. Публику манили звуки джангла, транса и прочей клубной музыки. Гродбар – это шикарный кофе по-турецки. Это не только сталактиты и сталагмиты, это также еще действительно уникальный дизайн советский. Это очень дорогое дерево использовалось в барной стойке, в дверях, бронзы, латунь. Эти отполированные грот – это сразу дверь. Очень многие заведения запоминаются по двери. Дверь – массивная, тяжелая и отполированная временем ручка, которую полировали просто тысячи людей. И ходили такие слухи, что был некий рейтинг в Советском Союзе. И было топ-10, тогда слова такого не было, топ-10. Было 10 бар в Советском Союзе, и Гродбар был седьмым. Известный бар «Раки» под Кремлем принадлежал тогда торговой сети «Эдельвейс» и был популярным местом среди футбольных болельщиков и членов группировок. В середине 90-х там в ходе перестрелки даже погибло несколько человек. «Раки» разобрали в середине июля 2005 года. «Раки», чем отличался «Раки» – это то, я вам рассказываю просто сейчас легенды такие, да, вот все, что связано с раками. Если, допустим, в городе где-то пиво в разливных ларьках или в каких-то барах разбавляли всякими чудесными средствами, типа там стирального порошка, да, там воды и так далее, то «Раки» славились тем, что там не разбавляли, там просто официально не доливали. Бар революционной кухни «Коба Либре» отличался концептуальным интерьером, эксклюзивными напитками и блюдами латиноамериканской кухни. В меню были любимые рецепты «Чи Гевары» и «Хемингуэя», а жаркие вечеринки под ритмой кубинской сальсы и бачаты привлекали массу гостей. Стоит сказать, что заведение существует и по сей день. Наверное, первое место в Казани, которое стало передавать атмосферу именно курортную, то есть практически полное погружение. В Кубу, естественно, молодцы, классные делают коктейли. И чтобы понять это место, туда нужно приходить не днем, то есть нужно приходить вечером. Сейчас ребята там делают танцполчики небольшие. То есть Куба Либра молодцы. Публика там своя, определенная публика? Да, там есть, может, я не знаю, как сейчас, но когда Куба Либра начиналась, она держалась очень сильно за счет танцующих людей, за счет людей, танцующих самбо, румбо и так далее. И за счет венесуэльских вертолетчиков, которые учились в Казани и приходили туда отдыхать. Релаб-бар. Создатели бара, по их же признанию, уделяли минимум внимания дизайну, но делали акцент на идеологической составляющей. Здесь впервые в городе организовали коктейльную станцию и всегда предлагали своим посетителям что-то по-настоящему необычное в плане напитков. Бар Релаб все еще успешно функционирует, но теперь переехал на улицу Баумана. Это редкий бар, который делался барменами для барменов. Это очень важно. То есть, если в те времена было определенное засилье в барах и на ассортимент очень сильно влияли поставщики, то бар Релаб от этого очень сильно ушел. И линейка коктейлей собственных разработанных, всех мировых и классических коктейлей была широкая и была очень правильная. Бар Релаб начинался как лаборатория. Лаборатория это была на Чистопольской, Чистопольской 19А. Это уже не реклама, потому что там его нет. Печально известный бар Репликон располагался на улице Кремлевска. Увы, запомнился он не только, а точнее не столько хорошим пивом и блюдом ирландской кухни, а произошедшей там трагедией. В 2011 году там произошел пожар, который унес жизни четверых человек. Репликон это первый хипстерский бар. Вот все, что о нем надо знать, мне кажется, вот для меня. Это место, где всегда какие-то определенные субкультуры существовали, да. Киликоптер тоже самый вспомнить, клуб. Я часто буду откликаться именно клубным баром, потому что это тоже очень большая культура. Репликон, да, был такой бар. Ребята пробовали, молодцы. Получалось, атмосферное место было. Бар «Джокер» располагался в здании гостиницы «Мираж» на улице Московская. Кроме отличной кухни, заведение предлагало своим посетителям еще и шоу-программу. Каждые выходные здесь выступали джазовые и рок-коллективы. В баре была своя небольшая пивоварня, а к пенному напитку подавались и фирменные закуски. Увы, сейчас заведение закрыто. Я не очень понимал это место. Сам для себя я это место не очень понимал, потому что тусовка, наверное, была такая, в которой мне было лично неинтересно. Это люди, которые пытаются остановить свою молодость каким-то образом. Не двигаются в музыкальных кусах вперед. Слушать каждую неделю «Ласковый май» я бы такого не выдержал. А русский рок, который он там играл, да, и там играл русский рок. Бар «Гадкий койот». Место запомнилось казанцам своей атмосферы и танцами официанток на огромной барной стойке. Для того, чтобы попасть туда на работу, девушки даже проходили специальный кастинг. И кроме подачи блюд и напитков, должны были уметь непринужденно общаться с клиентом, избегая при этом личных контактов. Заведение все еще работает. Бар «Дикий койот» это такое место, в которое нужно заскакивать. Вот есть такие бары, когда ты делаешь такой рейд по барам, да, это бар «Дикий койота» это место, куда нужно обязательно заскочить. Заскочить, посмотреть, что там происходит, выпить пару коктейлей, оставить чаевых койоткам и потанцевать, да, потанцевать. Но это такое место на 30 минут. Там тяжело находиться очень долго. Почему? Потому что это место ты пришел, сделал все, что тебе нужно, появились какие-то новые знакомства, какие-то новые эмоции, и ты идешь дальше. Расскажите нам, какие из казанских баров вы в свое время успели посетить и чем они вам запомнились. Мы будем рады вашим комментариям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...